Посмотрим. Так, вон срулил. Друзья, находимся в городе Санта-Круз, на острове Ла Пальма. Санта-Круз есть и на другом острове, на острове Танерифа. И город Санта-Круз является столицей вообще канарских островов, одной из столиц. Но это другой Санта-Круз. Мы в нем тоже были, я вам его уже показывал. В данный момент мы находимся в Санта-Круз, который не является столицей. Такой небольшой городочек, но очень милый, интересный, древний. И очень много туристов тут. Туристов в основном иностранных, российских. Кстати, здесь очень мало, по крайней мере, я их не замечал. В отличие от других островов. Возможно, это потому, что этот остров находится, самый далекий вообще-то остров. Из канарских островов, из всех. И не все сюда доезжают. Какой? Тридцать восьмой. Вот этот? Тридцать восьмой. Тридцать восьмой. Так, пойдем сюда. Сейчас мы направляемся в сторону центра этого города. До этого мы немного заблудились, попали вверх. Сейчас как бы спускаемся. Вот. Жара, жара, жара. Сейчас весна. И жара здесь уже такая хорошая стоит. В принципе, здесь и зимой было жарко, но зимой была самая приятная жара, потому что не было ни холодно. И не было жарко. Была такая идеальная температура. Примерно 25 градусов туда-сюда, минус там 2-3. В данный момент уже, конечно, жарче. И даже то, что я до этого, чему я радовался, то что здесь невозможно сгореть на солнце, то сейчас уже это прошло и сгореть возможно. Поэтому приходится иногда обмазываться этими кремами специальными. Ну да, это новое. Старенькие были. Здесь такие новые постройки. Ну серьезно, это спуск. Вот весь город из этих спусков, подъемов состоит. Так же как и наша деревня. Вот у нас очень красивая деревня. Такое расположено как-то. Так очень по-своему вот так вот горы идут по кругу. Вот гора такая идет, по кругу идет гора. И вот в этой, скажем так, в этой горе расположена вот эта вот деревушка, которая называется что-то там. какой-то лунный вал. Примерно такое название у нее, что-то с луной связано. Вал де ла луна или... Не помнишь, как эта деревня? Вая де ла луна, да. В общем, лунный вал называется деревушка наша. Очень хорошее место. Тут тоже тупик у нас. Везде тупики. Ну пойдем в ту сторону. Может быть там будет выход должен быть. От нашей деревни до этого города Санта Крузо идти пешком где-то минут 15-20. Можно, конечно, на автобусе. Там даже ездит автобусы, но они очень редко ходят, насколько я понимаю. Но зато хотя бы ходят. Потому что в другой деревне до этого, в которой мы жили на острове Тенерифе, Там у нас в деревне даже не ходил автобус. Хотя остановка была, но маршрута не было. Здесь какой-то автобус ходит. Мы пока пешком ходим. Угу. Куда-то придем. Главное двигаться. Куда-то придем. Гимназия, да? Здесь я заметил вот эту школу. Мне что понравилось. На Техостан... В школе. Когда выходишь из школы. Пешеходная дорога идет. Также едут машины. И там стоят полицейские. И они специально стоят на этих пешеходных местах, где эта зебра расположена. То есть для чего? Я сначала не понял, почему они по периметру так расположены. Здесь полицейские стоят. Потом смотрю, здесь стоят. Так, ну все. Думаю, можно, да? Да, да. Вот. А оказалось, они школу окружают. То есть школу окружили. И дети выходят после учебы. И они, чтобы дети могли спокойно эту зебру переходить. Они везде по периметру стоят. Не знаю, есть ли такое в России или в других странах. Но я впервые это видел. И мне это очень понравилось. То есть видно, что... Не знаю, кто именно. Сама полиция беспокоится. Или директор школы там позвонил. Или власти вообще. Такой закон есть. Одним словом, около школы стоит полиция и смотрит, чтобы движение нормально проходило. Детишек, чтобы не покалечили. А может быть это одноразовая акция была. Кто его знает. Какие дела? Итоги. Итоги. здесь смотри какие висят эти полотенца притом они висят везде то есть я имею ввиду что значит везде вон о том висят или это разные видишь лет типа отель и вот здесь вот висят тоже может быть но возможно что они сохнут только почему на двух зданиях то есть эти два здания получается чем-то связанный до мы уже в центр кажется пришли города сейчас мы с вами выйдем на центральную улицу типа место арбат я думаю что сейчас выйдем точно не буду говорить но уже к нему приближаемся а вот это центральная площадь получается да не центральная площадь центральная улица нет же или да то есть даже пойдем тогда пойдем не таким образом идти обратно сложновато это знак так королевской семье так тузики репе тузики вот фонтан и вода здесь какой-то памятник стоит когда написаны а у них везде эти штуки видите из окон может быть это говорит о том что у них съеста или что-то в этом роде не знаю что имеет отношение к какому-то семье или направлению очень свои здесь маневр и которые если не поживешь не узнаешь красивый магазинчик сувенирный очень много барахла туристов так вот это кажется друзья в общем вот это вот такое место арбат я сейчас данный момент его не буду полностью показывать я надеюсь мы еще по нему с вами прогуляемся вот такая самая скажем так центральная улица как видите на данный момент она полу пустая это скорее всего утверждать не буду потому что вот эти вот сиесты и когда сиеста здесь все вымирает рестораны кафешки магазины почти ничего не работает какие-нибудь может какой-нибудь кафешка может работать но это с трудом так же все находятся на отдыхе такая же тема как была в греции театр чико чико-чико а мы пойдем чуть-чуть вверх ну вот видите здесь пар работает они там футбол какой-то смотрят здесь огромное количество людей смотрят футбол это вообще одно из самых таких главных я так понимаю развлечений у них смотреть футболы эти матчи сидеть в этих барах целыми днями общаться обсуждать кто выиграл особенно эти испанцы соревнуются с этим в принципе они со всеми соревнуются но я заметил что с португальцами они любят посоревноваться очень хорошо то есть две соседней страны хотя мы сейчас находимся на канарских островах на канарские острова жители местные все-таки отличаются ну так так кое чем так отличается от другой испании хотя бы тем что здесь люди более расслабленные более такие денивые и более такого брелак не находятся тоже магазинчик работает но здесь скорее всего китайцы такие вот маленькие магазинчики работает китайцы а китайцы все равно сиеста не сиеста суббота воскресенье они в любое время дня и ночи работают и зарабатывают деньги я это уже заметил не только здесь в испании но и вообще во всех странах такое происходит что там а а что 4 евро да ты чё 4 евро ты уверен прям так сказал 4 евро они на чем ездят эти таксисты святой воздух туда заливаешь святой святым духом питается друзья как услышали вот место которое мы сейчас шли даже вот то что мы сейчас прошли и еще это же самое только где-то в полтора в два раза вот это все расстояние проехать стоит 4 евро это очень дешево это становится втройне дешево когда тебе надо ехать по местным улочкам по местным дорогам потому что сейчас возвращаться в нашу деревню то это минимум минут 40 час дороги потому что вверх вниз вверх вниз именно этими неудобно так то можно конечно просто идти вот то есть получается у них совсем дешевое такси они значит на газу этого работает а у них же и газ тоже дешевый друзья здесь бензин газ дизель все вот эти вот автозаправочные материалы если так говорить они дешевые по цену что за магазин ну давай с уходи и раясь нормально если не такой маленький мне если мой визин большой то нормально да 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 хоть как мы присядем к присядем будем отдыхать такие вот дела что пока выключаюсь вот попозже на связь смотрите анзор т.в. двигаемся в голливуд солнечную калифорнию находимся на канарских островах